Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 8 мая, Православная Церковь совершает память преподобного Сильвестра Обнорского. Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV веке и был современником святителя Алексия, митрополита Московского и одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. Пространного жизнеописания преподобного Сильвестра не сохранилось. Известно, что любовь к молитвенному уединению жила в нем с юных лет. Получив благословение своего наставника, игумена Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского, Инок Сильвестр отправился искать пустынное место для пребывания в безмолвии. На покрытом дремучим лесом берегу реки Обноры, примерно в 20 километрах от прежнего города Любима, Ярославской земле, в глухой безлюдной пустыньке преподобный водрузил крест. Построив небольшую келью, святой отшельник стал дни и ночи проводить в неустанной молитве и строгом посте. Сохранилось предание, что однажды, идя за водой на реку, преподобный получил откровение о том, что пустынь, избрана им для подвижнических трудов, станет известной и соберет немало иноков. Через некоторое время уединение преподобного Сильвестра было открыто жителями окрестных селений, и к отшельнику стали приходить люди за советом и благословением, ища духовного руководства. Преподобный Сильвестр всех встречал с любовью, и каждого желавшего подвизаться в совместных трудах благословлял на устройство отдельной кельи. Когда количество пустын на жителей заметно возросло, преподобный Сильвестр решил основать в этом месте храм и при нем монастырь. Благословение на это, а также антиминцы для храма, он получил у святителя Алексея, митрополита Московского. Преподобный Сильвестр стал первым игуменом этого монастыря на реке Абноре, которые впоследствии прославили своими духовными подвигами преподобные Павел Абнорский и Сергий Нуромский. Деревянный храм в обители был освящен в честь воскресения Христова, поэтому и сам монастырь стал именоваться воскресенским. Как игумен, преподобный Сильвестр являл братьей постоянный пример молитвенного подвига и неустанного труда. Любовь к безмолвию по-прежнему жила в сердце подвижника. Время от времени он оставлял монастырь и уходил вглубь леса для уединенной молитвы. Здесь преподобный Сильвестр собственноручно выкопал четыре колодца, один из которых еще в прошлом столетии был известен и чтим. Стремление поучаться наставлениями мудрого старца заставляло народ приходить и к месту его отшельничества. Преподобный Сильвестр, не отказывая никому, выходил из убежища, благословлял богомольцев и ввел с ними долгие беседы. Место, где уединялся преподобный еще при его жизни, получило название заповедной рощи, к которой местные жители относились благоговейно, из поколения в поколение, передавая наказ святого старца не рубить в ней деревья. В глубине этой рощи преподобный сам вырыл три колодца, а четвертый – на склоне горы у реки Абноры. В 1645 году строитель Воскресенской обители Яромонах Иев пренебрег заповедь чудотворца и вздумал рубить рощу. За это и он был наказан слепотой, от которой исцелился при гробе Сильвестра. С того времени и до ныне никто не смеет струбить дерево в заповедной рощи. Несмотря на то, вековых деревьев там мало, время истребляет их. Когда святой впал в предсмертную болезнь, братья, горевавшие, когда он уходил в уединение, тем более скорбели о предстоящей кончине святого. «Не скорбите об этом, братья мои, возлюбленные», – говорил им в утешение преподобный. «На всю воля Божия. Сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах. Если же я буду иметь дерзновение у Бога, и дело мое будет ему угодно, то это святое место не оскудеет и по моем отшествии. Молитесь только Господу Богу и Его Пречистой Матери, чтобы избавиться вам от искушения лукавого». Преподобный скончался 25 апреля и был погребен справа от деревянного Воскресенского храма. Известна икона XVII века, на которой преподобный Сильвестр изображен держащим в руке свиток. На свитке помещена часть текста его завещания, дошедшая таким образом до нас. Вскоре после кончины преподобного на месте его духовных бесед была сооружена часовня, вокруг которой ежегодно в день памяти святого подвижника совершались крестные ходы. Вскоре после кончины преподобного на месте его духовных бесед была сооружена часовня, вокруг которой ежегодно в день памяти святого подвижника совершались крестные ходы. Особо почиталось место погребения преподобного, так как от гроба его происходили чудесные исцеления. Как и другие северные монастыри, Воскресенская обитель неоднократно подвергалась разорению. В 1538 году во время нашествия казанских татар, в 1612 году польскими захватчиками, к 1647 году разрушенный монастырь был восстановлен, в 1656 году по благословению патриарха Никона вместо деревянной часовни над гробницей преподобного Сильвестра сооружен храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. В 1764 году монастырь был упразднен, а его соборный храм превращен в прихазскую церковь. В 1821 году архиепископ Ярославский Филарет впоследствии митрополит Московский дал благословенную грамоту на строительство вместо деревянной покровской церкви каменного Воскресенского храма, которое было закончено в 1825 году. В одном из пределов Воскресенского храма в бронзовой посеребренной гробнице установили обретенные нетленные мощи преподобного Сильвестра. В 1860 году преподобный Сильвестр вновь напомнил о себе несколькими чудесными знамениями, описание которых помещено в Ярославских и Вологодских епархиальных ведомостях за 1860-1870 годы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола и евангелиста Марка, преподобного Василия Поляна Мирульского, священномученика Сергия Рохлицова Пресвитера. Совершается празднование икони Божией Матери Цареградская. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok